Добрый день, давайте еще раз вернемся к силе прощения, это очень большая сила, сила это огромная, об этом спорить бессмысленно, у нас была первая часть на Таро, но у силы прощения есть такой подводный камень, если вас обижают, вот сейчас прямую, это не отгорело и не ушло в прошлое, и вы говорите, я прощаю этого человека, например, на суде вас просят родственники, там его примириться, и вы говорите, прощаю, вы примирились, вы вернулись, вот все возобновится и в худшем, потому что вы на себя берете, сперва вы просите справедливость, потом вы от нее отказываете, вот этого нельзя делать. Бывают очень редкие, порядочные люди, которые действительно вы примиритесь, и они поступят по-человечески нормально, но на самом деле вы снимаете с себя все претензии с него, и перекладываете на себя. Он возвращается и делает то же самое, то есть это вам же летит бумеранг за то, что вы простили, вот у него есть такая особенность и фишка, поэтому делать это нельзя. Вот вас человек обижал, оскорблял, потом он пришел мириться, мирится он для того, чтобы снять с себя эту ответственность, как только вы простили, все, что он делал, ему в высшем суду снимается, как зачетка. Как будто вы исправили оценку, вот, в зачетке вам. Сперва вам поставили двойку, вы пришли, пересдали, у вас уже четверка. Это там по новому десятку, кто в какой системе, десятибальный, пятибальный учится, учился, у каждого там разные баллы. Ну, я имею в виду смысл. Вот вам, пятибальный, вам исправили, у вас стало лучше. Нельзя этого делать. Вот когда на вас, это можно сделать, когда все это отгорело, прошло, и то прощайте так, чтобы выкинуть это с памяти. Вот когда вас донимает и мучает, вы его прощаете, прощаете, терпите. Почему над людьми они терпят, издеваются больше, 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 они не понимают, почему. Я ведь же все сделаю для тебя там, я тебе хочу угодить, я не хочу с тобой ссориться. А вторая сторона входит в раж, и хуже, и хуже. Потому что вы прощаете, прощаете и прощаете. Вот это вот тоже нельзя делать. Вас еще больше будут травить и издеваться. Поэтому вот в этом плане прощать нельзя. Если с вашим питомцем человек что-то сделал, или с вашим ребенком, речь идет о намерениях. Если человек это делал не специально, вы его можете простить. А вот если он хотел и сделал намерение, вы приняли, сказали, да, вы принимаете там извинения, я прощаю. Вот все, вы с него сняли всю ответственность, имейте это в виду. Ваш там муж третирует, родственник третируете, вы принимаете, принимаете. Пытаетесь помириться, угодить, и будет хуже, 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 хуже. Так что вот это очень советую посмотреть. Стоит это делать или не стоит. Ну вот на этом я попрощаюсь.